Казалось бы, с убийством Григория Распутина история старца должна была закончиться. Однако через несколько месяцев после похорон друга царёва его тайная могила была обнаружена, а труп сожжён. Некоторые исследователи предполагают, что это было сделано намеренно представителями новой власти, а вовсе не пьяными солдатами. Как отмечает в издании «История России» Александр Степанищев, многие не одобряли безграничное доверие, которое Николай II и его супруга оказывали Григорию Распутину. Так верховный главнокомандующий Николай Николаевич, получив от Распутина, рвавшегося на фронт, телеграмму о прибытии в Ставку, ответил «приезжайте, я вас повешу». Отрицательно относилось к старцу и большинство чиновников, депутатов Государственной Думы. Об этом говорит и состав группы заговорщиков, которые ликвидировали Распутина, великий князь Дмитрий, Василий Маклаков, Владимир Порешкевич и другие. В ночь на 17 декабря 1916 года они убили старца и сбросили его тело в прорубь. Через сутки труп был обнаружен полицией и доставлен в часовню при Чесменской военной Богодельне. Если верить автору книги Григорий Распутин, правда и ложь, Олегу Жиганкову, поначалу Григория Распутина хотели похоронить в родном селе Покровском Тобольской губернии, но, опасаясь волнений, решили найти для могилы провидца другое место и провести церемонию тайно. Однако для безопасности слух о захоронении Распутина в Покровском все же был пущен. Между тем, 21 декабря 1916 года тело Григория Ефимовича было погребено в царском селе под алтарем недостроенной часовни Святого Серафима на окраине Александровского парка. В дни февральской революции, как упоминает в своей книге «Неизвестная о Распутине», Владимир Смирнов, глава нового правительства Керенский якобы дал личное указание отыскать могилу Григория Распутина, выкопать гроб и доставить его в Петроград. Место захоронения было действительно обнаружено. Если верить автору издания «Распутин», правда о святом черте, Александру Владимирскому, стало известно, что могилу можно распознать по деревянной часовне. Кроме того, по словам Владимирского, не могли остаться незамеченными частые визиты туда Александры Фёдоровны с дочками. Согласно одной из самых распространённых версий, которую приводит в своей книге «Распутин. Три демона последнего святого» Андрей Шляхов, 11 марта 1917 года разгорячённые спиртным солдаты раскопали гроб, подняли труп Распутина на штыки и сожгли на огромном костре, устроенном в лесу неподалёку от Успенского кладбища. Таким образом, останки Распутина в Петроград так и не попали. А на берёзе возле места их сожжения, по словам Александра Владимирского, появились надписи. Одна из них была на немецком, здесь погребена собака, а другая на русском, тут сожжён труп Григория Распутина в ночь с 10 на 11 марта 1917 года. О причинах произошедшего некоторые авторы отзываются просто. Например, Андрей Шляхов утверждает, что перед сожжением солдаты подняли труп Распутина на штыки и называет это излюбленным солдатским развлечением того времени. Да и дочь Григория Ефимовича, Матрена, в своих воспоминаниях, изложенных в книге «Распутин». Почему? Редактор Игорь Захаров описывала произошедшее как пьяную солдатскую вечеринку, к которой присоединились женщины из ближайшей деревни, сопровождавшуюся плясками и хороводами, и закончившуюся оргией. Александр Баханов, автор книги «Распутин. Быль и небыль», сообщает о том, что солдаты нашли и разорили могилу Распутина, движимые легендами о сокровищах, которые император якобы положил в гроб старца. Однако Игорь Зимин, автор издания «Александровский парк царского села», в начале XX века считает, что все не так просто. Зимин уверен в том, что для новой власти Распутин был олицетворением темных сил, окружавших трон, поэтому Керенский и распорядился уничтожить тело. Примечательно, что, по утверждению Зимина, останки Распутина все-таки были доставлены в Петроград и сожжены в кочегарке Политехнического института. Писатель Иван Наживин, написавший книгу о Распутине, придерживался аналогичной точки зрения и предполагал, что могила Григория Распутина представляла огромную государственную опасность. Двор собирался канонизировать старца, к тому же начали ходить слухи о чудесах, происходивших на его могиле.